так всем привет привет дорогие друзья с вами снова труба ежик сегодня мы будем строить город жителей то есть сегодня будет очень полезное видео настоятельно советую посмотрите вот начало до конца мы займемся настоящим реальным городом жителей мы создаем не то что деревню сейчас у меня смотрите огражденная деревня здесь я уже буду создавать многоквартирные дома для жителей и в конце концов в общем вы увидите что я задумал и чему-нибудь научитесь сами для начала я немножко почищу здесь место потому что я буду строить квартиры около стены почему потому что это займет меньше места и освободит по центру место для какой-нибудь постройки я хочу еще генератор мобов сделать но это будет как минимум следующей серии так давайте приступим сегодня я покажу как сделать и ну как сказать домик для жителей скажем так для этого нам понадобится много досок любом случае ну и любого другого материала я буду использовать булыжники и доски потому что их у меня в большом-большом избытке и много дверей еще понадобится но для начала давайте построим дома так там а можно строить принципе люб то блин ты надоел кактус там а можно строить практически любые главное чтобы жителям было в них чуть-чуть удобно и они выглядели более менее солидно давайте постараемся попасть под эти критерии так давайте будем строить длинные бараки почему потому что они ну как сказать красивые не не самые уродливые скажем так так три блока высоту нам вполне хватит с одной стороны ну и через один блок у нас должна быть дверь в общем просто повторяйте если хотите создать нечто подобное но лучше досмотрите до конца вы увидите что из этого получится думаю вам понравится вот первый барак у нас будет построен вот в такую длину внутри обязательно нужно убрать все освещение что есть никакого освещения внутри домов нельзя делать точнее не рекомендуется это будут у нас каменные блин каменные бараки которые я сделаю полностью из булыжника видите очень легко все строится и ресурсов надо мало но пользы будет много потому что скоро начнут размножаться жители благодаря новой своей деревне и еще я покажу еще один вариант постройки который вам понравится больше и он будет немного красивее но это чуть попозже так давайте приступим блин у меня топора нету господи я его забыл создать страфтить он у меня сломался просто так отлично это первый этаж нашей нашей многоквартирного дом нашего многоквартирного дома для жителей я думаю в конце не знаю игры в конце вот этих летсплеев которые я сейчас снимаю про деревню будет здесь огромный комплекс смотрите что у нас получилось у нас получилось у нас получилось вот такая вот хижина вот такие вот катакомбы на тюрьму похоже и но это самый оптимальный вариант к сожалению или счастью но для более менее приличия давайте мы через каждые так раз два три двери огородим их вот так огородим раз два три это делается чисто по эстетическим меркам чтобы камеры для заключенных не знаю не мешали раз два три но потом я в эти камеры сделаю всякие украшения я не знаю буду облагоустраивать жизнь наших жителей так последний барак получается очень длинный барак получается очень длинным но ничего страшного теперь все что нужно 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 скрафтить двери дверей нам понадобится довольно много чуть-чуть 24 двери неплохо стараемся переводить всю древесину чтобы освободить место в инверторе так 33 двери у нас отлично смотрим на качество выполнения все отлично ставим дверцы это будет наш первый этаж как видите все легко и просто отлично все теперь жители начнут размножаться в деревне скоро должны появиться жители кто-то должен начать собирать урожай для того чтобы кормить этих сволочей как бы осада деревни не началась бы быстренько так все первый этаж готов теперь будем строить второй этаж я конечно мог бы во всю длину их построить вот такие вот бараки для деревьев для жителей но есть проблема проблема заключается в том что ну это будет ну как бы сказать не очень по моему красиво я хочу показать как сделать многоэтажные дома сейчас короче я никогда не делал многоэтажные деревенские дома так что буду с вами разрабатывать месте наша задача чтобы жители могли туда подниматься для этого мы делаем для них обязательно ступеньки и нам еще нужен проход к счастью в майнкрафт можно делать вот такие вот вещи то есть мы можем сделать как говорится деревню не на полную высоту как сказать не на полную высоту ну нам не обязательно здесь оставлять много блоков достаточно просто вот так закрыть ну это конечно уничтожит фахила но зато создаст деревню второй этаж деревни на которой жители смогут заползать так ну придется уничтожить немножко забор в любом случае поэтому начинаем приступаем к этому злому деянию для которого нам еще нужен верстак блин потому что у меня сломалась эта кирка я как уже выше повторял это один из самых эффективных способов создания деревни есть более красивые способы но я сегодня хочу научить именно эффективному самому такому надежному скажем так разрушаю забор который я построил и вместо него там ставлю булыгу к примеру почему булыгу ну потому что булыга прочнее во первых и во вторых у меня ее дофига думаю второй фактор он гораздо более опережающий чем первый у меня и досок дофига конечно но я предпочитаю из булыги почему я разрушаю забор потому что забор все таки пропускает свет а внутри дома должно быть темнее чем на улице есть придумал еще одну идею как немножко сэкономить ресурсы единственное не забываем про освещение которое сюда лучше добавить если мы здесь убрали с той стороны лучше его добавить немножко чтобы мобы не спаунились я не знаю повредит ли это спауну жителей но думаю не повредит так смотрите что я придумал нужно просто срезать вот эти края которые по факту нам не очень то и нужны ну еще сделать их конечно же из этого из досок потому что это будет немножко красивее может быть то есть вот так вот О großenền Тихо В деревне заспаунился урааааааааааааааааа аааааааа Походу жители начали размножаться. Здорово, чувак. Чеши отсюда, пожалуйста. Надо разрушить верстак, чтобы он сюда не залезал. А то выпрыгнет туда и начнет мочить мобов. У нас есть голем. У нас есть голем. Ура, товарищи. Ура, 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 ура. Всем с вас лайки, ребят. Я впервые заспаунил голема в деревне. Все-таки наш метод работает. И работает хорошо, между прочим. Так, делаем второй этаж. Надеюсь, я не упаду. Хотя я могу упасть. Еще у меня хорошие новости для наших подписчиков. Я сегодня сделал себе загранпаспорт, дорогие друзья. И, возможно, скоро уеду на море отдыхать. И буду вам оттуда присылать свежие классные видео. Так, давайте выкинем что-нибудь ненужное. Ау, упал. Вот наш подъемник. Я сделаю для них... О, интерменедж. И лучник. Мне они не нравятся. Главное, не смотреть ему в глаза. Так, отлично. Так, нет, нам вот здесь тоже придется все-таки ставить крышу. Надеюсь, я не упаду. Давайте подстрахуем себя. И чтобы не упасть, вот здесь вот загородим. Делаем крышу нашего многоквартирного комплекса Эскандер. Я не знаю, как его назвать. Я не знаю, как его назвать. Но я их назову бараки, наверное. Или зона... Зона 51. Все, точно. Я строю зону 51. Для тех, кто не знает, зона 51 это секретное место в США, где хранится все золото Америки. Это охраняемая такая военная база. Ну, считается, что там хранится золото Америки. Некоторые в это не верят. Ну, не знаю. Может быть, хранится. Но в любом случае, хранилось это уж точно. Все, мы поставили. Смотрите, голем тут спокойно ходит по деревне. Охраняет, небось. А я слышу злых мобов. И скелетонов. Которые хотят меня убить, наверное. Так, ставим двери, пока не поздно. Это уже второй этаж нашего квартирного дома. Это, знаете, сколько дверей? У меня тут 30 дверей было. Я, короче, обеспечил себя, ну, не знаю. 10-20 жителями, наверное. Так, через каждую дверь. Через одну дверь. Ставим по киллам. Для красоты это в основном, конечно. Ну, в этом есть и некоторый смысл. Мне не нравится этот голем. Мне кажется, что он сейчас меня стукнет и выкинет за борт, где меня убьют эти... Но я могу его, конечно, прикончить, но я не хочу. Он такой хороший. Смотрите, вот наш многоквартирный дом, как я вам и обещал. За 10 минут буквально мы его построили, потратили. Опять эта курица там застряла. Смотрите, вот эта курица мне уже надоела. Кыш, 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 скотина. Кыш туда. У нас тут одна надоедливая курица в деревне, которая всех мучает. Давай, чши, чши, кыш. Закроем двери, чтобы эти дурачки жители не сдохли. Вот наш многоквартирный комплекс домов. Единственное, мне еще не нравится, это вот здесь. Вот так пусть будет. А еще лучше вот так. Это число для красоты. Ну, красота тоже, конечно, очень важно. Ну, пусть будет так, ладно, хрен с ним. Так, давайте сделаем туда подъемчики. Ну, то есть лесенки. Чтобы они могли подниматься, ну, и заходить в свой домик. А, мы забыли огородить. Давайте, раз, два, три. Забор. Раз, два, три. Перегородка. Раз, два, три. Перегородка. Ну, это делается, что, для удобства. Не для нашего, а для удобства жителей. Которым здесь должно понравиться. Опять этот голем сюда залез. Так, я хочу посмотреть на литл жителей. Как они выглядят. Все, в принципе, вот он наш многоквартирный комплекс готов. Но я буду достраивать еще и еще очень большую территорию. Потому что этого мало. Я хочу как минимум, блин, я не знаю. Я хочу много жителей, чтобы у меня были в деревне. А вы хотите, чтобы я сделал побольше жителей в деревне? Напишите в комментариях, дорогие друзья. Я к вам постараюсь прислушаться. Ну, точнее, сделаю, как вы скажете. Как большинство из вас скажет. Так, отлично. Голем все лазит по моим постройкам. Но жители... Я хочу найти литл жителя. Маленького пизденка жителя. Где он? Власть. Почтальон. Вы не родили жителя? Кстати, они едят еду. Жители с этой версии. То есть, им нужно подкидывать хлеб. Энтермен заспавнился. Я хочу его убить. Давайте так и сделаем. Убежал. Что, и все. Слинял, скотина. Я не нахожу мелких жителей, честно говоря. Возможно, им не хватает еды. Давайте им немножко в этом поможем. Тут говорят, нужно подкинуть еду. Ну и... Ох, вот. Один из уродов сюда залез. Ох, их два уже. Отлично. Им нравятся свои комнаты. Я их назову Стив и Гейб. Я не знаю, почему я их так назвал. Но у моих первых жителей Стив и Гейб. И в мой... А, это не мой дом. Я думал, в мой дом залезли скотину. Так, а, не. Вот здесь ничего нету. Нужно идти в свой дом. Отлично. Один голем у нас есть. Сейчас я попробую покормить жителей. Но, по идее, они сами должны кормиться, если есть фермер. Стоять, скотина. Священник мне... Священник не нужен. А, вон же фермер вроде. В коричневом говне. Рабашки, вот он. А, это кожвенник, нет. Блин, сколько этих. Мои двери открывают и закрывают постоянно. Я хочу жрать уже. Вон, кстати, мой дом. Кто еще не видел. Прошлые серии обязательно посмотрите. Как я пришел ко всему этому процессу. Вам должно быть интересно. Вот он мой домик с порталом в ад. Кстати, в следующей серии я сделаю уже, наконец-то, спаунер мобов. Так что, думаю, вам будет рада. Очень интересно скоро. Так, что я хотел? А, я хотел хлебушек замутить. Что я от верстака-то ушел? Блин. Где тут верстак был? Давайте замутим хлебушек в огромном количестве. Так, у нас есть хлеб 21 штука. Сейчас попробуем покормить жителей. По идее, они должны его сожрать. Нужно кинуть под ноги, насколько я помню. Тогда они спаунятся активнее. Типа, начинаем. Ну, давайте кинем ему под ноги. Жри. Эй! 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 Отдай мой хлеб. Жри. Размножайтесь. Скотина, не хотят размножаться. Они жрут хлеб, честно говоря. Ну, нифига не размножаются. Это тоже сожрал. Ну, короче, я тут благотворительностью нафиг занимаюсь. А сдаю тут хлебушек направо-налево всяким священникам. А маленьких священят я не вижу еще. Ох, голем. Он один пока. Я хочу еще одного. Походу, у нас нету фермера, который будет собирать урожаи. Поэтому приходится мне кормить жителей самому. Стоять, скотина. Жрет все, жрет. Непонятно, когда будут дети. Я хочу от вас размножения. А вас я кормил еще, нет? Ну, вы все равно жрете без остановки. Жри. Жри, я сказал. Туда иди. Ей, обжора. Так, посмотрим, что у нас тут внутри. Никого. И тут... А, вот тут еще один, обжора. Жри. Какой я добрый, да? Кидаю под ноги хлеб и говорю, жри. На, кушай. Сожрал. Сволочь. А пенсию платил? Ой, налоги платишь? Я хочу увидеть маленьких жителей. Пока я их не вижу. Ищу чуваков, которые собирают хлеб. Ну, то есть, профессия жителя должна быть фермер. Блин, сколько я их должен кормить? Я уже весь хлеб нафиг раздал. Они все не размножаются. Жри. Оп. Жора. Может, нужно больше им давать еды? Давайте, кинем ему сразу четыре. Сожрал все вообще. Офигеть. А жареную картошку тоже сожрешь? Не, не хочет. Ну, ладно. Хорошо, хоть голем у нас есть. А, интересно, голем будет что-нибудь жрать? Егей. Я знаю, что если я буду добросить жителей, он начнет меня атаковать. Что я не собираюсь. Блин, мне тебя вообще нечем кормить уже. Я вам весь хлеб раздал. Так, давайте посчитаем, сколько дверей мы создали. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать на два. Получается двадцать шесть дверей. Каждые три двери создают одного жителя. Двадцать шесть дверей. Это восемь жителей плюс деревню. Ну, как говорится, нехило. Так, стоять, стоять, стоять. Чего вы такие шустрые стали? Так быстро. Охренели. Открой, выпусти меня. Курица уже в воду попала. Нормально, там ей место. Надеюсь, сегодня не будет осады. И всех жителей не перебьют. Ну, как говорится, остается только надеяться на это. Так, у нас еще хряк здесь ходит. Один. Было бы их двое, хотя... А, ты что? Амурар? Ну, такое ощущение, что голема здесь несколько. Потому что я его так часто вижу. Ну, скорее всего, я не прав. И, скорее всего, здесь только один голем. Я никак не нашел маленьких жителей. Но факт того, что голем здесь заспавился, значит, кто-то здесь уже есть. Эй, ты офигел? Пиздюк! Пиздюк зомби появился в моем доме. Он мог бы отравить наших жителей и превратить их всех в зомби. Так, можно вот здесь поставить тоже дверку. Здесь. Ну, потом я, наверное, разрушу все это и сделаю все многоквартирными домами. Вот эти вот все постройки, они мне не нужны будут. Так, ну что, один тип многоквартирных домов мы построили в этой серии. Я вот сейчас думаю, что бы еще нам замутить такого хитро-мудрого. Ну, единственное, что мне очень не нравится, мне нужны алмазы, ребят. А, голем. Шатается, тут ходит. Это кто? Маленький житель? Да ладно! Не, нифига он не маленький. Ой, извини. Голем хочет меня атаковать, ребят. Я случайно его ударил. Испортил репутацию. Не убивай меня, я не хотел. Господи, если я убью голема, он это сделает. Но его нужно убивать лавой. А лава у меня только в сундуке. Иначе моя репутация еще сильнее ухудшится. Блин, ну нафига я этого... Хотел вытащить жителей из этого говна. Взял, только навредил. Так, лава есть, отлично. Заодно, кстати, покажу, как убивать големов без, говорится, сильного вреда. Где эта, скотина? Давай, чешли сюда. Ты же хотел... Он что, уже все? Добренький стал? Репутация в деревне у меня падает, когда я бью жителей. Это однозначно. Чтобы восстановить репутацию, нужно поторговать с этими уродами. О, золото. У меня золота нет пока. Но сейчас будет. Угу, будет. Конечно, блин, у меня угля уже нет. Короче, походу мне скоро придется... Ой, что за хрень? Ты выгодно торгуешь, чувак? Двенадцать кожи. Где я тебе найду только двенадцать кожи? Где мелкие жители? Вот я кого не могу найти. В этот колодец постоянно падает куча зверья. Куча самого нужного и ненужного. Так, чем торгуешь? Чем торгуешь? Ничем. Кстати, торговый баланс изменился. Раньше они торговали менее выгодно для меня. Так, 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 так. Где-то моя шахта. Все, я сейчас отправляюсь в шахту. В поисках алмазов. Потому что они мне очень-очень практически жизненно необходимы. Я уже хожу как бомжара какой-то. Ни одного алмазика даже нету. Смотрите, вот пустой инверталь. Все железное дерьмо. Это меня немножко огорчает. Смотрите, гранит. Может гранит добыть? А, хотя не, потом добуду. Покатилась слеза. Ко мне на ладу. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, сразу земля. А где факела? По-моему я их крафтил. А, вот факела у нас. Их у нас буквально дофига. Тем лучше. Железо, блин. Кстати, нужно побольше опыта набить, чтобы начать зачаровывать алмазные вещи. Ну, для начала нужно вообще найти алмазы. С этим у меня большая бедулька. Я очень туго начал находить в последнюю серию. Я не знаю, может как-то изменили крафт алмазов в версии 1.8.1. Нам определенно нужен спаунер мобов. В любом случае, чтобы их убивать, я сделаю ручной спаунер мобов. Почему? Потому что это дает опыт. Ну, или полуручной, возможно. Ну, лучше ручной, наверное. Ну, посмотрим, короче. Думаю, даже это будет, ну, как минимум, в следующей серии, а как максимум, ну, через несколько серий. Так что ждите новых видео на каналах. Сегодня выйдет на втором канале сразу вторая серия этого видео. Это только первая, которую я выложу на основной канал, Турбо Ёжик. Ну, а через некоторое время, в этот сегодня же, выйдет следующая серия. Так что переходите по первой ссылке под видео на мой дополнительный канал, Супер Ёжик. Там будут поочередно выставляться серии этого развивающего видео. Майнкрафт 1.8.1. Постройка деревни. Я немножко расширил деревню, заспаунили горема. Скоро буду расширять еще до очень большого количества. Потом, скорее всего, уничтожу все дома, которые находятся посередине. И сделаю там какое-нибудь предприятие. В общем, будет много чего интересного и познавательного. Думаю, вам понравится. Так же, как и мне. Мне это очень нравится, честно говоря. Я люблю такие развития. Золото нашел. Им можно торговать. А всем, с чем можно выгодно торговать, нельзя пренебрегать. Как говорил один мой друг. Этот рынок, чувак, это рынок. Здесь торговля идет. Этого друга звали Хьюстон. Я его давно уже не видел. К сожалению. Не знаю, куда он пропал. А, по-моему, мы с ним поругались хоть-то. Ну, бывает такое. У меня очень тяжелый характер. Многие об этом уже знают. Так, вот, смотрите, дилемма. Что мне делать? Вроде бы надо туда ползти и закрыть лаву. Посмотреть, какие ресурсы здесь обнажились. Ну, это опасно. Непонятно. А, вот отсюда лава идет. Отлично. Единственное, нужно поставить факела, чтобы... Ну, давай. Кыш, 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 лава. Он не хочет исчезать. Все, исчезло. Золото. Золотом торговать, естественно. Ну, для торговли самое то. А что это я не могу вещи брать? Опять инвертарь переполнился. Вот ужас. Постоянно так. Я забываю скидывать вещи. К сожалению, редстоунник мне не очень нужен. Так что я его пропущу, наверное. Фу. Блин, здесь кроме золота ничего и не было. А, уголь. Уголь нам очень нужен. Не только потому, что он как топливо, он еще и дает опыт. Надо совсем немного, но все же. Хотя, не выгодно, конечно, с помощью угля прокачивать опыт. Проще спуститься в ад и подобывать кристаллы. Эквации. Так, спустимся в нашу шахту опять и пойдем дальше. Пока не найдем великие алмазы, которых нифига нету, к сожалению. Мне тут очень-очень печалит. Алмазы. Алмазы хочу. Алмазы. Миллиарды алмазов хочу. Миллиарды. Зато золота у нас дофига. А сами понимаете, что 8 золота это один изумруд. Который можно купить в деревне. Вот кирка. На-на-на-на-на-на-на сломалась. Хотел сказать на-на-на-на-ну-лась. Ну, она у меня просто сломалась. Давайте сделаем две кирки. Ну, естественно, пошли рыть дальше. Нам нужны алмазы. Ну, и другие попутные материалы тоже сильно не помешают. Так, лавочка. Ну, не лавочка, а лава. Которой с удовольствием можно упасть. С очень большой легкостью. Достаточно нажать одну лишнюю кнопочку. Обычно вокруг лавы бывают и алмазики. Хотя у меня есть одна теория, которая гласит, что алмазы у бедрока. Давайте пойдем к бедроку, дорогие друзья. Со скоростью света мы летим к бедроку. Так, здесь еще не близко. Так, вот он бедрок. Давайте копать у бедрока. Возможно, именно здесь находятся основные залежи алмазов. Немножко изменили, походу, все-таки. Генерацию алмазов в Майнкрафте 1.8.1. Самая последняя версия на сегодняшний день. Только это может объяснить, почему я ни хрена не нахожу никаких алмазов у этого. Ну, на 11 леболе. Ну, как ни хрена не нахожу. А-а-а-а. Я ту лаву нашел. Молодец. Скажите, я молодец, да? Нашел лаву. Самую прекрасную лаву в мире. Я вообще теперь под лавой. Давайте туда рыть тогда. Умный лаву. Умный в лаву не пойдет. Умный лаву обойдет. Знаете, старинную русскую поговорку? Точнее, камчатскую. Золотишко. О, золото это изумруды. Единственное, что меня утешает. Еще из него можно сделать золотые яблоки. И вылечить какого-нибудь онбежителя. Вот, видите, сразу нашел алмазы. Походу, все-таки, генерацию алмазов изменили. И изменили довольно сильно. Теперь алмазы у нас находятся на чуть большей глубине, чем 11 метров. Но я не могу взять алмазы свои. Всего два алмазика. А, нет, три. Вот хорошо. Четыре. Отлично, четыре алмаза я добыл. Это, как говорится, просто супер. Давайте еще немножко пороемся. Сверху нас лава я вижу. Ну, как говорят мои подписчики. Молодец, что видишь, что не слепой. Мы тоже видим, что капает на тебя. Так, ну, наконец-то. Ну, давайте еще немножко алмазов. Потому что, ну, четыре это как-то не солидно. Бла-бла-бла. Конечно, было бы неплохо и успех добыл с помощью зачарования на удачу. Ну, пока я его сделаю и все такое. Блин, алмазов обычно в мире хватало. Ну, в последние годы, в последнее время я их очень редко нахожу. Поэтому мне немножко печально. Так, ну, давайте еще поищем. По идее, они должны быть здесь в чуть большем количестве. Ну, давайте, алмазики, алмазики мои хорошие. Железа, кстати, нету почти на этой глубине. Зато есть прекрасная вкусная лава. Давайте, давайте пойдем вот сюда. Никаких признаков алмазов пока. Ну, железка. Походу, у меня накрякнулась кирка. Ну, крякнулась в смысле сломалась. Что, в принципе, вы увидели и так. Так, где, где алмазики? Здесь толпана, там чуть ли не алмазов. Ищу их, ищу их, ищу. Я знаю, почему я не могу найти алмазы так долго. Это все проклятие. Из-за того, что я, помните, в War Spawn не критиковал, что алмазы говно. Они так часто попадаются. Ну, при том моде, алмазы действительно были не очень нужным материалом. Как не очень нужным? Так. Ну, типа, железо, что ли. Вот. Из них ничего такого супер-мега ценного нельзя было сделать. Но этому такой я не виноват. Поэтому, алмазики, не убегайте от меня. Я хочу вас добыть миллиардами. Ну, и уголь, конечно, мне нужен в большом количестве. Еще нужно отправиться в ад, чтобы немножко подобывать опыта. Возможно, я это даже сделаю в этой серии. Не сделаю ее немножко длиннее. Мои подписчики часто просили мне делать длинные серии. Ну, вот. Как раз мне тоже интересно чуть побольше поиграть. Хотя, возможно, я сделаю из этого вторую серию. Мы зачаруем, наконец, меч. Ой, киркун. Желательно, конечно, на удачу, если получится. Ну, я бы очень хотел найти немножко алмазов. Еще. Жадность фраера сгубила, говорят, конечно. Но, что поделать. Не грустно, когда я не нахожу алмазы. Железо, блин. Сколько можно. Ой. Смотрите, какую дыру освободили. Надо ее обязательно осветить. Там я вижу какое-то пространство светящееся. Я думаю, это лава. Пять железа. Господи, железо. Алло. Почему тебе так много? И почему нет алмазов? Где алмаза? Все-таки, наверное, генерацию они не изменили. Изменили только это. Количество алмазов в мире. Их стало намного меньше. Ой. Над собой я чувствую лаву. Мне это не очень нравится, честно говоря. Кажется, в любой момент и патолог обрушится. И на меня выльется миллиарды тонн смертоносной жидкости. Ну, сколько можно добывать? Где вы? Алмазоиды мои. Вы же понимаете, что я так много старался вас добыть, а вы пропали. Так что, кто собирается играть в Майнкрафт 1.8.1. Так, 6 выкинуть. Ну, в принципе, 6 мне не нужно. Выкину пока грибы. Уголь нам нужен. Ах, я понял, в чем прикол. Надо, короче, добыть уголь с зачарованием на удачу. И тогда я уже буду это делать. Как это? Зачарую. Ну, и буду продавать уголь за эти. За изумруды жителям. Пойду наверх. Немножко побалуемся с жителями. Так, куда я попал? Где мой дом? По-моему, он там. Алмазики только 4 штучки нашли. Это, ну, все знают, что это почти ничего. Очень мало. Так, где мой выход? Где выход, ребятки? Что-то катакомбы. А вот и выход. Хорошо, что я все освещаю. Иначе бы здесь была бы туча мобов. Так, надо выбраться, короче, скрафтить алмазную кирку и отправиться в ад. Чтобы зачаровать, надо добыть побольше опыта. Ну, как я уже говорил, все это будет происходить уже в следующей серии, которая выйдет сегодня. Так что, буквально, не знаю, минут 40, может несколько часов пройдет до этого времени. Всем спасибо за просмотр. Давайте посмотрим в конце, что у нас тут в деревне творится. Не уничтожили ли ее враждебные мобы. Так, этот голем вечно здесь тусуется. Я не вижу детенышей этих уродов, осадок. Детенышей нету, но они чем-то торгуют все равно. Углем, кожей, извини. А ты чем торгуешь? Углем. О, кстати, неплохая цена. Железная лопата. А ты чем-нибудь торгуешь? Горем ничем не торгует, он злой. Так, золото надо переплавлять срочно. Где-то у меня была переплавлялка золота. Так, пусть переплавляется. Ты менял золото, да? Невыгодная цена, чувак. 10 сливков это слишком. Чувак где-то здесь по 8 продавался. Это тоже 10, то в охренели. Что за сговор? А зачем банчушь листиками? Соговор огня. По-моему, вот этот у нас сливки продает. Да, вот он отлично. Опыт. Это хорошо. Так, что бы нам еще поделать? А, ну, в принципе, пока давайте остановимся. И все это сделаем в следующей серии. Отправимся в ад, наберем опыт, зачаруем кирку и добудем огромное количество ресурсов. И будем потом достраивать многоквартирные дома для жителей, вот такие вот. Кстати, давайте их заскриншотим при вас же. Так, F4, по-моему. Чик-чик, да. Носатый, смотри сюда. Ты попадешь на канал Турбо-Ежика. Хе-хе-хе-хе. Тик-чик, все, хватит. Ну ладно, ребят, всем спасибо, всем пока-пока. С вами был Турбо-Ежик. Подписывайтесь на канал, и кто смотрит меня впервые, скоро выйдет новый интересный серий. Да, мой хороший. И будем развиваться вместе с вами. Вы будете учиться, я буду учиться, и все будет классно. Всем пока-пока, с вами был Турбо-Ежик. Турбо-Ежик.